Дорогие друзья, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир идеи Равакука, но я забыл, какое сегодня число. Вот что-то с памятью моей стало. О, сегодня второе хешвана 5780 года. Это наполняет нас радостью и вдохновляет. И я напоминаю вам, что мы с вами на протяжении нашего учебного года знакомимся с идеями Равакука. Надо сказать, что Равакук говорил обо всем, обо многом, то есть вся Тура подверглась его пристальному вниманию. Понятно, я хочу только заострить ваше внимание на особенности. В чем, собственно, его особенность? Почему Равакук выделяется, на мой взгляд, я никому не навязываю, но на мой взгляд Равакук выделяется среди всего последнего поколения мудрецов Израиля. Дело в том, что он воспринимает, что его заслуга заключается в том, что он переосмыслил всю Тору Израиля, исходя из того времени, в которое мы живем. То есть время, в которое мы живем, это время необычное, это не какой-то период истории, а это ее завершение. Для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль, я напомню вам знаменитый Мидраж. Почему он знаменитый? Потому что он встречается во многих местах. Вы знаете, Мидраши – это вещи неравнозначные. Бывают какие-то малозначительные, менее злочительные, бывает просто мнение какого-то Рава. А вот есть такие Мидраши, которые во многих местах встречаются, и ты видишь, что это некая такая центральная линия, такой мейнстрим в мысли наших мудрецов. Но перед этим мы с вами сделаем лыхаем. Сушняк замучил. Вауха та адюнаэвами хаулям шакольня битборо. Так вот, в чем особенность нашего периода? Мидраж, знаменитый, повторяю, например, он в Танадабеля, он ездил в других местах. Говорит о том, что наша история, вот та история, которую мы с вами переживаем, она делится на 6 тысяч лет. Понятно, что это не первая история и не последняя. Но вот та история, о которой мы говорим, та история, о которой говорит Тора, это 6 тысяч лет. Прежде всего, от чего и от кого мы начинаем нашу историю? От Адама. Не надо думать, что Адам – это первый человек на Земле или первое существо. Понятно, что это? Нет. Адам – это первый человек, которого можно назвать человеком с большой буквы. Почему? Потому что есть разница принципиальная между человекообразным существом и человеком. Человек с большой буквы – это человек, у которого есть мораль, понятие добра и зла, правда, ложь. Мораль. А человекообразный, человекообразное существо – это, в принципе, еще животное. Поэтому Тора рассказывает об истории человека морального. А первым вот таким человеком с большой буквы был Адам, Адама Ришон. И вот его-то история, история потомков Адама, она и продолжается 6 тысяч лет. То есть, мы говорим от рождения Адамы, от его творения. Потому что сам-то он прожил… А, кстати, сколько он прожил? 930 лет. То есть, он прожил шестую часть истории. Понимаете, что это такое? Так вот, 6 тысяч лет. Говорят наши мудрецы, что эти 6 тысяч лет делятся на три подгруппы. Три категории, три периода. Первые две тысячи лет – это две тысячи лет ТОУ. Что такое ТОУ? Хаос. Вторые две тысячи лет – это две тысячи лет Торы. Третьи две тысячи лет – это две тысячи лет Машеха. Переводим на русский язык, что это означает. Это означает, что первые две тысячи лет, почему они называются ТОУ? Потому что это история человечества, когда ему неизвестна его цель. Жизнь без цели называется ТОУ. Люди бегают, крутятся, что-то делают все время, но только не знают для чего. Две тысячи? А вы скажете, но если это такой бестолковый период, то зачем же он тогда нужен? Почему бы не начать сразу же историю с ТОР? Почему бы не дать ТОРу Адаму ответ? Потому что про Адам мы не говорим. Адам – это личность, которая трудно представляема, его уровень непревзойденный. Но люди, которые произошли от Адама, то человечество, оно еще должно было выработать в коллективном плане, я имею в виду не он лично, а в коллективном плане, как человечество, какие-то навыки, морали, разума и цивилизации. То есть ТОРа не может быть дана на пустое место, потому что ТОРа предназначена для исправления общества, так нужно, чтобы было общество. ТОРа дана для исправления культуры, так нужно, чтобы была культура. ТОРа дана для исправления государства, так нужно, чтобы было государство. А если ничего нету, то и ТОРа, она бессмысленна. кстати говоря скобочком замечу скобочках замечу что есть соблазн в религиозном мире есть соблазн изучать тору ради самой тору это здорово это кайф но тогда мы остаемся в теории то есть если тара предназначен для того чтобы быть красивой теории то тогда но я такое впечатление создал что-то ура предназначена для ее реализации очень бы неплохо было бы ее реализовать жизни а реализовать ее в жизни без общества которое бы который бы которым бы все это работало невозможно понимаете то есть представьте себе если человек не ест не пьет не плодится не размножается и ничего не делает так что-то чем-то а может ему помочь ему трогать мои вот это ешь это не ешь он и так ничего не есть вот так вот люди же не так разводится он не женится и не разводится вот это делают а он ничего не делает что-то раму раздет отдать такому человеку ничего поэтому первые две тысячи лет это 2000 лет создание культурно-морального базиса у человека и этот период называется у наших мудрецов вы знаете как он называется а как называется вот этот вот вот этот вот предварительный морально-культурный этап человека ведь такое понятие у наших мудрецов они очень его любят то что предшествует торе дыра хэртс обратим они на это замечательное выражение дыра хэртс кадмали тура как раз по поводу этого мидраша мудрецы и сказали дыра хэртс предшествовала торе и даже говорят точно насколько на 2000 лет то есть необходимо выработать умение ходить по земле что такое дыра хэртс кстати обратили внимание что слово дырах удивительным образом напоминает слово дорога просто одно и то же слово с одним и значением есть очень много слов в русском языке которые явно имеют юридские корни ну ладно другой вопрос меньше другой интересует меня интересует сейчас две тысячи лет вот этого дыра хэртс интересно что если вы посмотрите когда заканчиваются первые две тысячи лет вот этого дыра хэртс они для ли если бы мысли бы отсчитываем от начала так они даже закончится 2000 году не а вот в том-то все и дело что этот мидраж как раз и подчеркивает что первые две тысячи лет дыра хэртс а то они заканчиваются они заканчиваются ровно с выходом нашего отца авраама на историческую сцену а это как раз 52 год опять же неважно точно какой год это произошло но удивительно что наши мудрецы ассоциируют начало торы с появлением авраама на исторической сцене обратите внимание не муж и не выход израиля из египта не сенайская откровенно если меня спросили когда начинается тура я бы сказал она начинается на синай но ведь нет согласно этому мировоззрению тура начинается с авраама нашего отца а почему она начинается с авраама потому что он авраам и начал эту работу понимаете то есть то что у авраама из хака якова наших отцов было естественным спонтанным поведением то у нас потом в коллективном плане превратилась такой национальный кодекс но работа это работа торы началась с авраама да то есть мне это в момент когда авраам раскрывает человечеству что у него есть творец этот творец хочет общаться с человеком и человек должен к нему приближаться понятно что если бы не было тор это процесс далеко бы не пошел но он начинается именно с авраам поэтому первые две тысячи лет ту хаоса дырых эрот заканчиваются с авраамом кстати если вы посмотрите по количеству поколений сколько это поколений от адама 20 а муж это 26 поколение натуран начинается именно с авраама с 20 поколений окей вторые две тысячи лет это у нас две тысячи лет торы две тысячи лет торы начинаются с авраама когда они заканчиваются примерно момент плюс-минус кишни точно в момент написания мишны то есть рабеуда носи составляет мишну это примерно заканчиваются две тысячи лет торы то есть к этому моменту тура уже сформулирована и сформирована письменная тура устная тура все у тебя есть с этого момента остается ее реализовать и для ее реализации есть две тысячи лет машина то есть шучит две тысячи лет машинах это две тысячи лет когда можно наконец-то эту тору сделать основой жизни человеческого общества и кстати обратите внимание поэтому рабе акива и думал и считал что баркоба машина потому что как раз в те времена то он и появился рабе акива считал что пришло время оказалось что еще не пришло но это уже дайте все мы умные задним числом то есть мы видим с вами что история она не просто вот согласно мировоззрением наших мудрецов она не просто вот какая-то знаете линии или просто набор событий а есть здесь поэтапное развитие и здесь какая-то дорога есть есть какой-то подъем какая-то динамика а эволюция эволюция кому угодно как угодно назовет но вопрос потому что есть здесь цель понимаете то есть это все идет куда-то они просто загромождение фактов и событий и поэтому история которую мы сегодня переживаем с вами она является непростым моментом это не еще один момент истории человечества а это просто напросто конец истории если наша история состоит из 6000 лет то что говорят мудрецей ну тогда получается что сейчас у нас какой год 5780 сколько 220 до 20 лет мы не успеем все отработать потому что эпоха машинах а заканчивается 6 тычей то есть мы должны за эти 220 лет уже уладить все вопросы да и ведь мигдаш и пророчества исправления мира все это должно уместиться в ближайшие 220 лет поэтому работы очень много дел много а людей мало когда что получается что значит потом потом это после кота после чего а после 6 тысяч лет начнется седьмое тысячелетие всемирно исторический шаббат какой она будет мне очень трудно об этом говорить поскольку я там никогда не был я думаю что мы воспользуемся советом того повара который сказал пожуем увидим мы с тобой встретимся в седьмом тысячелетии посмотрим как это происходит но прежде всего повторяю мы должны доделать всю эту работу и кстати это говорит о том что наша история она вовсе не является чем-то идеально понимаете то есть наша история не является сама по себе целью это можно сказать только коридор это коридор и это прямо написано в пирке вот мы с вами все любим и изучаем пирке вот и там написано что этот мир похож на коридор а будущий мир похож на что на зал и здесь наши мудрецы со свойственные им чувством и юмора и открытости используют зарубежные выражения а какие зарубежные выражения в основном греческий и латинский кто хочет подучить немножечко греческий язык немножко латинский я ему советую гмору читать вы найдете много интересных слов например коридор который нашли похож на коридор какое слово они употребляют про здоров это слово греческое а вот будущий мир похож на зал какое слово они употребили латинское для разнообразия так лин так линию немножко искаженное слово вообще наши мудрецы используют невероятное количество греческих слов ну потому что это был фон культуру которой они жили да конечно но не только я приведу пример даже сколько слов и например в нашем современном иврите слова греческие даже не замечаем например мангенон механизм мангенон это слово просто греческое или например театрон понятно театрон то греческое изобретение даже или например как наш высший бейдин называется сангидрин ноги там нету сангидрин этап это искаженная нашими мудрецами греческое слово синедрион что означает совет то есть у нас когда есть сангидрин то есть власть советов вся власть советом это означает желание возродить сангидрин пожалуйста эпоха была жуткое настроение было мир запас эгмара писала современная на фоне греческой и римской культуры поэтому повторяю хотите изучать греческий язык особенно греческий там много но пожалуйста если латинские персидские слова арамейские это 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 наш язык ты понимаешь то есть арамейские даже и чужим не считаются а я говорю из чужих языков понятно что для того чтобы читать бару нужно сначала и арамейский язык короче без пол-литра не разберешься теперь что я хочу сказать что вот эти вот а кстати в скобочка чтобы нам просто не заснуть после сытного обеда вы знаете что в откуда произошел русский алфавит из греческого доход просто взяли и переняли греческий алфавит поэтому русскоязычному человеку довольно легко читать греческие слова он когда мы своих видим хотя не все буквы совпадают может догадаться теперь есть только несколько проблем в русском языке есть буква шер а в я думаю что торг здесь не уместен так вот ни ше ни щениту теперь кстати на вы видите тоже нет еще да поэтому например натан щеранский быстро превратился в натана шаранского и тут ничего не поделаешь а в русском языке есть ш а в греческом нет такой буквы нет буквы а русскими здесь откуда они взяли откуда русские взяли букву ш и забрит а она просто один к одному взятые завели потому что в греческом ее нету она пишется когда как на видите из этого кстати говоря из этого кстати говоря вы можете сделать интересный вывод это не моя спекуляция тебя слышал травы шерки он говорит смотри а есть ведь разница в написании буквы шин у сфарадим яшки назим вы в курсе нет не написание написание в торе я имею ввиду кто то есть я открываю тору сфарадим я открываю тору ашкиназим там и там есть буквы шин на хон только ашкиназим она да а есть по инфломастер чтобы чтобы наши зрители поняли о чем мы говорим мы откроем много спросит просим наши зрители никому в этом не рассказывать это великая тайна ашкиназкая буква шин пишется вот так но я не не это сам не отвечаю за эстетику и не лисов и стал вот примерно так это пишется окей ашкиназим опять же не берите это за буквальность смысл то что она стоит вот на таком вот конусе как бы то есть нет у нее нет у нее подставки да а у сфарадим опять же не думайте что это точная копия но примерно это выглядит так видите с подставочкой устойчивая из этого раф шарких делают вывод он ведь смотри шин русские взяли из иврита нет в греческим оттуда его источники не знает и бит это доказывает нам то что древняя еврейская буква ширин было вот у сфараде понимаете вида да потому что если бы если бы она была такая то и в русском алфавите она была бы такая а мы не видим ни в каком шрифте русском чтобы такшин писали на ход шеф всегда да то есть вероятно они взяли вот это но то ладно теперь и я хочу от себя добавить что у меня есть подозрение что еще одну букву они взяли за из 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 иврита догадайтесь какую садик потому что есть я не ошибаюсь да если ошибаюсь пусть старший товарищ меня поправит но в греческом языке в алфавите нету цадика греческо в греческом алфавите али в бэд гамма найди мне и греческое слово где есть ц это греческое слово кейсар кейсар батенька и потом это римляне это римляне а я говорю про и про верить и спрашивается аз откуда же тогда русский алфавит взял c ответ мое предположение это моя спекуляция о поэтому мы будем отделять а что они взяли из иврита вот давайте посмотрим как примерно пишется буква цадик опять же могу ошибиться с точки зрения точного написания как она в торе ну примерно так а плюс минус окей теперь как пишется русская ц вот так вот пожалуйста да те кто не знает буквы я могу пытать теперь обратите внимание что эти букв очень похожи есть вот такой ли здесь да и от него есть чубчик чубчик мог видоизмениться теперь доказательством этого не доказательством но по крайней мере неким свидетельством в эту сторону для меня является история с птичками скажите когда русскоязычный человек хочет подозвать птичку например курицу что он говорит цепь 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 я вас спрашиваю что это за цепь 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 как птичка как птичка на иврите цепь 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 это не звук например кошку ряд мяу только она говорит мяу на всех языках а птичка не говорит цепь 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 и вдруг цепь 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 на кицу этот цепь цепь на мой взгляд опять все это не имеет никакого отношения к нашему нашей теме это было только для того чтобы мы с вами не заснули после светлого махоновского обеда окей я возвращаюсь к истории история это сегодняшняя наша история это конец истории и поэтому согласно мировоззрению рава кука раз мы находимся в конце истории то это время не только завершение исправления всего но и время подведения итогов и синтеза всех идей то есть основа подхода рава кука к любой проблеме заключается в том чтобы найти место для всех ценностей в общем синтезе в общей картиной в общей мозаике понимаете то есть что отличает нашу эпоху с точки зрения идейной во всякую эпоху какие-то одни ценности были главными да например было время когда философия была на первом месте было время когда наоборот там чувство всякие там а искусство эпоха возрождения было время к пророчества был по всякие времена были бывали мистика и прочее что отличает нашу эпоху нашу эпоху отличает синтез всех ценностей всего пройденного пути и создание одной единой ну не одной а единой синтетической органической такой картины которые проявят единство всевышнего теперь дайте мне пожалуйста книгу дворин беленькое издание есть еще как говорили своего ограничение контингент советских войск в афганистане так есть ограниченное количество этих книг но не в количестве сороковой армии конечно да сравнение они неадекватные и что мы ищем а мы ищем то что сказал мошера бедну в главе азину откройте не поленитесь потому что если вы не откроете вы не запомните и не узнаете глава азину это песня которую поет мошера бедну тридцать второй пирог седьмой пасук нашли ты со мной да да вспомни дни древности вдумывайтесь в годы поколения и поколения спроси отца твоего и расскажет тебе старейшин твоих и скажут тебе при наделении всевышним народом при разделении сынов адама установил границы народов по числу сынов израиля посмотрите к чему призывает нас мошера а вы не забывайте что в торе он для нас крупнейший авторитет мошер потому что именно от него торту мы получили и он призывает нас к чему учить историю посмотрите вспомни дни вечности вдумайтесь годы поколений спроси отца дедушку то есть ей что муж и говорит если ты не будешь изучать историю ты не поймешь чего хочет аша потому что его спектакль скажем так разворачивается на исторической сцене и поэтому человек у которого нет исторического сознания он просто ничего не поймет и обратите внимание что тура построена как рассказ об истории на ход как тура построен тура это не сборник заповеди тура это рассказ вот был адам потом были у него сыновья они там не поладили потом шеет потом но ах потом потом эвер потом авраам потом иска потом я кого потом вышли из египта но это не только тура посмотрите на пророков все они говорят на фоне истории или вавилонская это империя или персидская империя ашурская империя до и переда было много или например обратите внимание на даниэля которому с вами внимательно изучаем даниэль даниэль это очень яркая яркая иллюстрация историчности тора потому что все эти сны помните все сны которые видят даниэль или сам он видит или разгадывает сны на выходные цара там больше цара и всяких персов и так далее все эти сны к чему сводятся к перечислению империи которые меняют друг друга вот сначала будет такое животное потом другое потом другое помните сначала такой-то баран потом прибежал к это козел потом ему забодал потом на его на рогах вырастили новые рога потом это этот рок что там замигал заулыбался заговорил его тоже скинули так далее и всегда разъяснение всех этих картина одного будет начала одно царство потом другое царство бред другое скинет северное царство южное царство и там просто на бесконечности то есть мы видим что именно история является центральной сценой на которой всевышний раскрывается и поэтому в штору свою он излагает в виде истории и поэтому и не чтобы муж лагать ребята учите историю митсва и сторы как говорила в цвета митсва и стора митсва дурайта учить историю и поэтому человек который не обладает историческим сознанием он не только не поймет чего всевышний хочет он может привести к трагедии я вам приведу пример к сожалению нашей истории есть многие иллюстрации я вам приведу человек у которого было колоссальное историческое сознание это виленский гаун праби ильяу из города вильнюса слышит такой голос город наявить на русском назывался вильна вильна она литовского называется вильнюс вильнюсе вильне была в свое время столица еврейства европы да и там как говорили просто это литовский такой иерусалим ну кончилось как сюда плохо ну так вот виленский гаун жил больше двухсот лет назад я помню что несколько лет назад или где-то для 15 год отмечалось двухсотлетие со дня его смерти а с будем для удобства считать что он жил больше 200 лет назад и у него было кроме того что он был гением в торе на то его назвали гаун но у него кроме всего этого прочего было очень ярко выраженное историческое создание и поэтому что он делал больше двухсот лет назад в российской империи там вильнюсе он всячески подталкивал окружающих российских евреев ехать в ирацисраэль почему потому что он говорил что пришло время машина хбн юсефа каковым он себя и считал я не буду ходить в определении что такое машина бонюсеф и с чем это едят он ведь ребята пришло время возвращаться строить иерусалим возрождать ирацисраи для того чтобы умирать там а чтобы жить там развиваться и его ученики такие приехали и это известно где-то наверно поколение не знаю 10 назад может и больше не все и не сразу и мы многое знаем о его идеях из книг его учеников например такая книга как коль атор его ученика раби или лишь клова или мидра шлома раби шлому ривлина и так далее если обратить внимание семья ривлин это семья учеников виленского гаона например наш нынешний президент у ван ривлин как раз из семи из потомков до оттуда ривлин шклов вот это вот их их и были фамилии места да 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 теперь но это назвал все ли тогда ли только теперь о чем идет речь речь идет о том что он это написано в книге кола тор он говорил окружающим его ученикам угол ребята если будет возможность быстро перевести евреев ирацисраэль нужно сделать очень быстро чтобы перевести 600 тысяч человек вот появится возможность перевозить и 600 тысяч а если это не получится он говорил если этого не сделать будет большая беда будет большая беда и он плакал и рыдал раби летом просто невозможно описать как он рыдал и что вы думаете произошло и такие точности то это то есть перед второй мировой войной в рецесраль было 400 либо бы 450 тысячи и случилось как известно большая беда а вот после второй мировой войны здесь уже было 600 тысяч евреев и было создано государство израиль и при всех его проблемах катастрофы больше нет и не произойдет понимаете то есть что хочу сказать почему а почему велинский гаон взрыв поняту что вдруг у него какой-то за молния проскочил очень просто просто понимал закономерности исторического процесса он проанализировал их что галут в котором они там находились он уже находится на той грани за которым начнутся большие проблемы и что пришло время уезжать говорят что он пытался он пытался уехать вернулся там была история почему вернулся не знаю но всячески 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 уговариваю смотри если ты говоришь про двадцатые тридцатые годы тут уже не надо быть велинскими гаона потому что когда когда тебе говорят прямо когда нацисты пришли к власти в жужу это требовал тридцать третий год рафук сам сказал куда это идет рафуку на тридцать пятом году он еще успел за год до этого по вам сказать что если кто не услышал шуфара который собирает нас в эрцесраиль тому гитлер и петлюра прорубь а про трубят так что мало не покажется ухи отвалятся да 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 это и эта статья называется о шуфарах он сказал это в синагоге хурба в роша шана и это было и посмотрите вы посмотрите в сборке эту статью потом записают выступление было записано потом и издана его увидите говорит гитлер и петлюра петлюра видим вы еще жив то не было но он сказал петлюра как бы петлюра такой петлю но гитлеров сказал теперь то есть но я вам скажу что это было уже написано как говорится надпись было на стене то есть начали тридцатых годов а когда гаон сказал то за 200 лет до этого вы понимаете за много лет до этого не будем торговаться понимаете то есть то есть есть давайте давайте не будем отвлекаться я хочу сказать я привел виленского гаона как пример человека лидера израиля у которой было остро историческое сознание к сожалению он оказался абсолютно прав то есть так оно и произошло теперь я вам приведу еще удивительные вещи он передал своим ученикам даты которые играют и сыграют важную роль в возрождении израиля эти даты 5 яра и 27 яра 5 яра это день независимости израиля он его вычислил ли он просто посмотрел по сферата омер вы знаете от пессаха до шивота есть подсчетом 50 дней у каждого дня там пока болеет свои свойства вот 20 день 5 яра эта вещь предназначена и 27 и 27 это почти 28 28 и я на день освобождения ирушалайма вы понимаете насколько у человека все это сделал не просто сидел сидел там кидал кубики нет на основе анализа тора израиля применил ее к моменту и я вам скажу что он оказался может быть единственный из мудрецов израиля в во всех этих предсказаниях срока геулы освобождения который оказался прав оказался абсолютно прав есть еще вещь я можно могу приводить ну ладно не будем отвлекаться и это привело только для того чтобы показать вам четко и абсолютно четко историческое сознание а те у которых нет этого исторического сознания не то что 200 лет уж когда прошли 200 лет которые сегодня этого не поняли понимаете и цену которого мы заплатили за отсутствие исторического сознания т6 миллионов я думаю что это слишком высокая цена для исторических ошибок вы знаете это был такой раф венгерский раф и сахар тентельбон не знаю венгерский и он и уже скрываясь от немцев в подполье написал книгу называется м оба ним смеха в которой анализировал обратно внимание у него там не было ни книг ничего все на память он цитирует там огромное количество просто день он пишет и анализирует как мы венгерские равы прозевали все это дело прозевали понимаете а ведь венгерская эта история меня на просто еще больше шокирует чем все остальное потому что вы понимаете что немцы пришли венгрию это был какой уже сорок четвертый год то есть сначала понимаешь никто ничего не знал не знал и не интернета не информации сорок первый год сорок второе но в сорок четвертом году уж понимаете европе же знаю что происходит то есть а венгерские евреи сидели и ждали и последние составы которые шли еще в сорок пятом году или сорок пятый год вот-вот капитуляция гитлер капут а в аушвиц идут составы с евреями откуда они шли из венгрии выдавать немцы пришли все говорю есть даже есть кинофильм снятый они строим идут по улице будапешт немцы просто заняли венгрию все никого выдавать они все сами собрали собрали венгерских евреев и отправили туда куда отправили а кстати рава этого потом они поймали немцы и убили он погиб но книга каким-то образом была передана и издана понимаете то есть что хочу сказать историческое сознание необходимо для того чтобы понять чего хочу всевышний хочет нас до данный исторический момент вот одна из заслуг раба кука в том что он вернул в иудаизм историческое сознание а как он это сделал об этом с вами узнаем в следующий раз